Здравствуйте! Это специальный выпуск программы Де Факто. Меня зовут Руслан Габрилёв. И сегодня мы поговорим о безопасности наших детей и о рисках, которые поджидают их в повседневности. Наркомания, алкоголизм, беспризорность. Любой эксперт или даже обыватель согласится, что это три наиболее опасные угрозы, которые могут испортить будущее подростку. Став жертвой одного из этих явлений, ребёнок рано или поздно может приступить к закону. Чтобы этого не случилось, давайте подробнее остановимся на каждой из этих угроз. Андрей в прошлом опиумный наркоман. Колодца начал ещё в подростковом возрасте. Всё началось с компаний новых знакомых, которые однажды предложили юноше испытать особенные ощущения. В возрасте 15 лет я познакомился с ребятами, которые были старше меня. Они казались авторитетными, у них были деньги. Я очень хотел попасть в их компанию, они тупо взяли меня на слабо. Сначала метадон, изредка кокаина, потом обычный опий. Постепенно жизнь Андрея перевернулась с ног на голову. Мечта поступить в архитектурный разбилась об угнетающую физическую зависимость. Он стал колоться не для того, чтобы было хорошо, а чтобы не стало плохо. Сначала из квартиры исчезли все ценные вещи, а затем и самому Андрею пришлось покинуть родительский дом. Чтобы найти деньги на очередную дозу, я начал воровать. Разбивал стёкла в автомобилях, тянул всё, что плохо лежит, магнитолы, навигаторы. Лишь бы не было очередной ломки. Андрей пробыл в тюрьме почти 4 года. Полная изоляция от общества спасла его от наркотической зависимости. Можно сказать, он один из тех счастливчиков, которые излечились. Много времени я провёл в госпитале. После этого пустота, ощущение, что я не в своём теле, я вообще не понимал, кто я. Когда вышел, я понял, что за свои глупости, безвольности я потерял не только время, но самое ценное – здоровье. Мне просто нужно было сказать «нет» в своё время. У современной молодёжи времени и вовсе нет. Постоянно обновляющиеся формулы психотропных веществ словно устраивают с подростками гонки на выживание. Одной затяжки курительной смеси достаточно, чтобы стать инвалидом на всю жизнь. Последствия могут быть крайне непредсказуемы. Даже поведенчески у каждого человека это может проявиться по-своему. Под спайсом человек себя не контролирует. Опасный психотроп беспощадно разрушает центральную нервную систему и атакует головной мозг. Был человеком, а превратился в овощ. В молодёжной среде так часто отзываются о тех, кто стал жертвой синтетических курительных смесей. «У нас есть случаи, когда помещали сначала несовершеннолетнего, в связи с употреблением спайса, и последствия была поставлена диагноз шизофрения. Поэтому, конечно, это очень и очень опасно». Если про марихуану, амфетамин, опиум, кокаин и прочие наркотики говорят «лучше не начинать», то про спайс следует сказать, нельзя даже в мыслях допустить возможность его употребления. Потому что бросать потом уже и не придётся. Первая же затяжка может оказаться роковой. В Гомельской области было уже много случаев, когда под воздействием курительных смесей молодые люди выкалывали друг другу глаза, наносили увечья, прыгали из окон, садились за руль авто и попадали в ДТП. Вот что нам рассказал случайный прохожий, которого мы встретили на улице. «Я бывший наркоман вообще-то». «Да?» «Да». «А то есть как ты отказался от этого?» «Сам». «Сам?» «Да». «Мне не нужно было ни лечения, ничего. Сам отказался, потому что я понял, что это полная ***, ничего не решает, ничего не делает. Это не удовольствие. Удовольствие – это по первому разу, по второму, по третьему. А потом это абсолютная зависимость». Проблема реализации спайса в молодежной среде для Гомельской области не менее актуальна. Из почти 460 преступлений, совершенных подростками в прошлом году, с распространением наркотикам были связаны 85. Это более 18% от общего количества правонарушений в данной сфере. В сопоставлении с 2014 годом снижение незначительное – всего 1%. Легкомысленность молодых людей и отсутствие должного внимания со стороны родителей – главные причины криминального выбора подростков. «С учетом результатов прошлого года, хочется сказать, что к уголовной ответственности привлечено 67 несовершеннолетних. Эта цифра достаточно значительная, с учетом того, что в общей массе к уголовной ответственности привлечено 725 лиц, из них 67 дети. То есть доля, скажем так, попадания в поле зрения милиции несовершеннолетних достаточно высока». В наше время в наркоторговлю молодых людей активно втягивает интернет, связи с околофутбольными фанатскими группировками и, конечно, жажда легких денег. Становясь мелкими распространителями спайсов, молодые люди не всегда сознают степень опасности своего выбора. «Естественно, люди, которые организовывают непосредственно реализацию этих наркотиков, они зарабатывают, конечно, деньги немалые. Но разве сравнится с любыми заработанными деньгами, проведенные 10-15 лет в тюрьме?» Для наглядной иллюстрации того, какое будущее ожидает наркодилеров, в Гомельской области отважились на необычный эксперимент. Уже несколько раз в отделах внутренних дел для студентов и учащихся устраивали показательные аресты молодых наркозбытчиков. «Хотел помочь матери деньгами». Однако, самым результативным методом воздействия на молодежь все же остается правильное семейное воспитание, трудовая и спортивная занятость подростков. Кроме авторитета и достойного примера для подражания, им часто необходимо обыкновенное внимание взрослых и возможность быть услышанными. Это очень важный нюанс заботы о детях, о котором должны задумываться и родители, и педагоги, и представители всех субъектов профилактики. Распитие спиртного в общественных местах – наиболее популярное нарушение среди подростков. Кто-то скажет, ну что здесь такого? Мелкий противоправный поступок. Однако, только это на первый взгляд. Алкоголь нередко является причиной серьезных преступлений. Один из последних примеров – нападение на инвалида в областном центре. Двое молодых людей, одному из которых не исполнилось 18 лет, ограбили 45-летнего гомельчанина, страдающего тяжелым физическим заболеванием. Перед тем, как совершить разбойный визит в квартиру потерпевшего, молодые люди как следует погудели в компании друзей. На пятерых распили три бутылки вина и пять бутылок водки. Зашли в дом, где они сразу применили насилие, закрыв рот и глаза инвалиду, и начали вымогать у него денежные средства. Когда он ответил им отказом, что его нет, один держал, а второй обыскивал квартиру. На них были вязаные шапочки и были банданы в виде шарфов, которые закрывали по улице. В итоге преступники нашли у инвалида всего 80 тысяч белорусских рублей, на которые сразу же после налета докупили спиртного. На следующий день их задержала милиция. Ребята находились в жутком похмелье и даже не сразу поняли, за что их арестовали. Возбуждена пока одна статья 206 через два. Открытое похищение имущества группой лиц с проникновением в жилище. Совершив даже небольшое правонарушение, дети всегда попадают на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. С этого момента над ними начинается тотальный контроль. Повышенное внимание со стороны классного руководителя, профилактические беседы с милицией и обязанность регулярно отмечаться в инспекции на протяжении года. Никита перешел пешеходный переход на красный сигнал светофора и никак не ожидал, что это возымеет для него столь неприятное последствие. Юношу остановил сотрудник ДПС и выписал предупреждение. В 2015 году количество всех преступлений, совершенных детьми Гомельской области, сократилось по сравнению с предшествующим периодом на 3,5%. Результат незначительный, но он говорит о положительных тенденциях в деле борьбы с подростковой преступностью. На 70% уменьшилось количество рецидивов среди несовершеннолетних и почти настолько же снизилось число преступлений, повлекших за собой причинение вреда здоровью людей. Подавляющее большинство – это имущественные преступления. В первую очередь это кражи, они составляют 50% от всех преступлений. Ну и примерно еще процентов 20-25 – это преступления схожего характера имущественного, то есть мошенничество, угоны, хищение путем использования пластиковой карточки, грабежи. То есть связаны именно на завладение чужим имуществом. Головная боль милиции, помимо краши торговли наркотиками, это еще и хулиганство. По этому виду правонарушений подростки Гомельской области в прошлом году отличились особенно, увеличив показатели статистики в относительных величинах почти на 50%. Как это ни странно звучит, но преступность и малообеспеченность у нас, в общем-то, не так уж и связаны. Дети совершают преступления из неблагополучных семей, скажем так, где находятся в социально опасном положении, и из вполне благополучных семей тоже. Где-то в основном это все-таки связано с взаимоотношениями с родителями, именно с внутрисемейными отношениями. Уклонение родителей от выполнения прямых обязанностей по воспитанию своих детей сегодня, к сожалению, большая проблема. В 2015 году инспекторами по делам несовершеннолетних выявлено более 2000 нерадивых отцов и матерей. 238 из них в скором времени лишатся родительских прав. Одним из редких примеров, когда ради того, чтобы вернуть ребенка в семью, мать полностью изменила свой образ жизни, является история Оксаны Фомичевой из областного центра. После рождения дочери мать и ее супруг не перестали злоупотреблять спиртными напитками. И однажды это привело к тому, что их новорожденный ребенок остался в коляске на улице один, без присмотра родителей. Можно к вам гости? Выходите. Можно. Сегодня очаровательная Александрия, жизнь которой некогда висела на волоске, исполнилась год и три месяца. Ее мать смогла не только найти в себе силы полностью пересмотреть свое отношение к спиртному, но и стала заботливым родителем. Устроилась на работу, стала посещать психолога, выполнила все требования представителей субъектов профилактики, только бы не лишиться родительских прав. И женщине дали шанс. Территориальный центр социального обслуживания нашего района, он сказал о том, что на протяжении нескольких лет не было такой активной и мамы, как данная мама. Она посещала все мероприятия пилотного проекта «Изменим жизнь вместе». В 2014 году, употребив большое количество спиртного, муж Оксаны оставил коляску с маленькой дочерью возле озера, а сам пошел купаться и утонул. В итоге двухмесячная малышка несколько часов провела на улице, пока тревогу не забили случайные прохожие. Ее мать тогда тоже находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас женщина понимает, что поступила крайне безответственно. Сейчас я все осознала, никаких алкоголиков, никаких ни подруг, ни друзей в таких компаниях не попадали. Сегодня в Гомеле и области в среднеспециальных учебных заведениях обучаются тысячи подростков, которые некогда воспитывались в неполных семьях или находились в социально опасном положении. Воспитатели и педагоги стараются максимально разнообразить их образовательный процесс, сделать интересным досуг и адаптировать к самостоятельной жизни в обществе. Значимость важна для каждого подростка. Если он не будет значим ни для кого, то улица его заберет. Он будет значим среди своих подростков, друзей, он будет распивать с ними спиртные напитки и так самоутверждаться. Подросткам важно не замыкаться. Что бы ни случилось, нужно пробовать себя в новом, открывать таланты и искать свое достойное место в жизни. А взрослым нужно активно им в этом помогать. Возможно, именно так мы изменим жизнь наших детей к лучшему. Это был специальный выпуск программы «Де-факто». С вами был Руслан Габрилев. И помните, безопасность наших детей в наших руках. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok